Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами будем разбирать мою кладовку, которая отведена у меня под запасы на зиму, я бы так сказала, под какие-то заготовки и все, что с этим связано. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть! И вот так вот у нас все выглядит дом. Здесь все наши заготовки стоят на полу. Здесь частично кабачки, которые нужно делать, кабачковую укру. И это у меня морозильная камера. И вот такой металлический стеллаж у нас, который прикреплен к стенке. Он выдерживает большое количество в гаражах, ставит такие. Там кастрюли, в которых мы варим, корзинки. Здесь еще сухофрукты всякие. В общем, сейчас буду все это разбирать. И помещение у нас точно такое же, как наверху гардеробная, которую я вам вчера показывала. И вот муж поставил стеллаж вот сюда металлический. Он его крепит еще к стене. Вот там вот сверху, видите, он прикреплен к стене. Вот такой вот стеллаж. Он стоит тоже около 2000. Муж говорит, тоже покупал в Беруа Мерлен. Видите, для дома, гаража, офис. Вот нагрузка на каждую полку 100 килограмм. В общем, на стеллаж 500 килограмм. У него в комплект идут 4 полки, но муж у меня берет 2 стеллажа. То есть в комплект идут 1, 2, 3, 4. Но муж еще делает дополнительную наверху. И у нас еще вот здесь вот он поставил дополнительную полку. В общем, так вот буду сейчас. Для начала расставлю все банки. Тут уже муж поставил трешки. Трехлитровые с огурчиками. Там моя кабачковая икра. Еще сейчас все протру. Для начала поставлю банки. Потом буду разбирать все остальное. Еще муж сюда мне прикрутил такие крючочки. Здесь у нас слоя сюда такой... Ну, это градусник, сколько здесь температура. У нас сейчас много. Потому что дверь открыта. Вот. И дальше вот продолжил такой стеллаж. И он у нас стоит вот на... То есть здесь специально такая ножка есть, чтобы не портилось ничего. Плюс такие штучки пока не положила. В общем, приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. огурчики огурчики и внизу компот который слив еще с прошлого года у нас остался дальше у меня здесь таких выдержанных здесь лук это с огорода но там еще внизу покупной картошка мы храним это картошка и свекла дальше арбуз дыня понятно вот здесь я оставила пустое место потому что планирую сюда поставить холодильник еще один дополнительный купить какой-нибудь недорогой но при этом хороший кстати если вы знаете такой холодильник обязательно напишите мне в комментариях какой лучше взять но чтоб так недорогой был хочу чтобы он был вот эта морозильная камера холодильник хочу чтобы побольше вместе с морозильной камерой чтобы хранить там но у меня много заморозок плюс собачки собаки я покупаю там кости и всякое такое чтобы там все хранить в общем ну и давайте дальше продолжим это моя морозильная камера здесь вот так вот все выглядит я уже начала наполнять внизу у меня ягоды получу я замораживала здесь вот поданцы яблони яблоки там дальше груши здесь натертый кабачок маму так его замораживать потом делает оладушки очень вкусно получается и здесь у меня перец я замораживала такой целиком и зимой делаю фаршированный перец и вот такими кусочками добавляю в овощи на зиму дальше здесь пола пустой здесь у меня чуть-чуть баклажаны я заморозила в принципе пока и все в морозильной камере но как вы видите меня уже две полки полностью забиты поэтому хочу еще дальше здесь у меня там в коробке елочные игрушки стеклянные мы их убрали потому что дети могут разбить тут у меня виновым то делала моя мама а это я купила на пробу к нам часто приезжают гости поэтому я периодически покупаю квас понятно и наверху это вот этот суховей ну где мы сушим все здесь вот все для заготовок в такой большой коробке в общем-то всякие ложки в общем все-все-все кастрюльки ситечки там нервные стаканы такие в общем все что касается заготовок здесь крышки крышек много потому что у меня мама часто очень когда делает какие-то заготовки она начинает наташи нету крышек вот поэтому я накупила в этот раз много но все равно вроде мама говорит что мало есть вот кастрюльки в которых мы готовим тазики там еще все для заготовок дальше наверх поставила корзинки в которых мы ходим за грибами и и здесь у меня сухие яблоки сушеные яблоки сушеные сушеная груша здесь вот сушеная черноплодная рябина и здесь сушеная абрикоса дальше у меня запасы макарон в ленте по скидке покупала здесь мука у нас хранится ну и тоже к заготовкам масло конечно же и уксус про запас скажем так купила то же самое томатная паста соль тоже про запас на заготовки и дальше поставила пустые банки которые ждут своего часа и вот здесь вот у нас такие корзинки одна пустая второй сложила кабачки но скоро уже буду делать снова кабачковый укроп и здесь такой стеллаж он сейчас пустой здесь собачий корм вот и здесь вот на вешалке повесила фартуки но фартуки у меня ходит мама в основном и вот термометр вот такая вот у нас получается кладовка красота вот так вот прошли мои два дня и сегодняшний день в том числе в разборе гардеробных и кладовок вот я надеюсь вам было интересно возможно даже полезно в принципе в кладовке это практически все осталось мне приобрести только холодильник когда это будет я пока не знаю но во всем остальном меня пока что все устраивает может быть если что-то буду переделывать и обязательно вам покажу и также хочу вас попросить если кто-то из вас знает марку какого-то холодильника который был бы хороший не очень большой вот для таких целей для хранения каких-то ну вот например я иногда езжу в ленту да и там бывают продают кости говяжьи или говяжьи легкой или какие-то субпродукты говяжьи которые на основе которых мама варит у меня каши для собак и я бы купила много но хранить обычно у меня негде и вот как раз хочу скажем так часть морозильной камеры от новых новых холодильника отвести под собачьи запасы скажем так у меня собаки две одна из них лабрадориха второй маленький такой дворовый песик так что кормить их приходится хорошо вам так что напишите мне пожалуйста кто из вас знает я вообще думаю может быть мне приобрести такой знаете холодильник может быть с поцарапанной дверью или что-нибудь типа того но был я не хочу брать было обычно быстро очень ломаются поэтому хочу приобрести новый я надеюсь вам было полезно и интересно обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх всех люблю целую и до новых встреч